В этом скворечнике, установленном в поле под израильским городом Бейтшиан, гнездятся совсем не скворцы. Семь птенцов-сипухи, по всей видимости, смущены таким вниманием. Совятые не подозревают, что являются олицетворением успеха совместного иордана-израильского проекта. Замысел заключается в том, чтобы для уничтожения сельскохозяйственных вредителей использовать не биологические пестициды, а хищных птиц. Цель – снизить ущерб наносимой окружающей среде и поддержать местную фауну естественным образом. Проект запустили ещё 10 лет назад при поддержке Израильского общества защиты природы и председателя Центра мира и развития в Омане и орданского генерала Мансура Абу-Рашида. Фермеры размещают на своих полях скворечники для сипух, чтобы те охотились, так сказать, недалеко от дома. И вот спустя декаду появился первый результат – израильский самец и иорданская самка вывели в деревянном домике потомства. «Концепция состоит в том, что неважно, чьи они – иорданские или израильские – они сипухи. И для нас это история большого успеха, потому что иорданцы тоже начинают думать по-другому, начинают использовать сипух, причём успешно». В долине Бейт-Шеан обитает самая большая популяция сипух в мире. Эти совообразные поедают от двух до шести тысяч грызунов ежегодно. Около 2600 скворечников было установлено в полях по израильскую сторону границы и несколько сотен в Иордании. Каждый такой птичий домик обходится фермеру в 200 долларов, но их покупают всё больше и больше. Инициаторы проекта видят в нём ещё один немаловажный аспект. «Чувствую, что это очень хороший проект, и не только для окружающей среды и сельского хозяйства, но также и для объединения людей двух стран. Объединение с целью вести исследования, работать вместе. Действительно праздник, что это работает. Меня уже спрашивают, Йоси, что будет дальше? Какой национальности будут птенцы? Они будут мусульманами или евреями? А я отвечаю, плевать им на национальность, это же птицы. Им не важны границы, они просто живут здесь. Сейчас у них для этого есть все условия». Недавно похожий проект запустили и власти Палестины. Чартер уверен, что в вопросах окружающей среды соседствующие страны должны сотрудничать, несмотря ни на какие противоречия в других аспектах. «Думаю, это отличный проект для охраны природы и для сельского хозяйства. Но что касается политики, то этот вопрос я не трогаю. Это гораздо сложнее, чем сепухи и природа».